Поднятие цен, бедность и отсутствие перспектив. Это уже обыденность для многих в России. 51% медработников и госслужащих, 60% рабочих сообщают о том, что им не хватает денег для удовлетворения основных нужд. Об этом заявляет крупнейшая российская компания по поиску работы в интернете. Риэлторы избавляются от своего бизнеса. Замирает абсолютно у них вся торговля. Только 22% говорят, что им хватает денег на удовлетворение основных потребностей. При этом почти 40% сообщают, что у них наоборот нет денег на основные расходы. Еще 38%, что им с трудом удается сводить концы с концами. То, что 38% не боятся говорить такие вещи, это уже значимая цифра. Я к тому, что реальная цифра может быть выше. Уже начались скрежеты зубовные. Уже половина населения почувствовала взлет цен на еду. То есть это их собственные соцопросы. Больше всех на маленькую зарплату жалуются жители Томской области. Их 77%. Сразу за ними Ленинградская область. 52%. Третье место делят Ростовская область и Пермский край. По 51%. Дошло до того, ну вот просто для меня это, знаете, феноменальное уже какое-то признание, кандидат экономических наук из одного из университетов при правительстве России. Олег Камулок на днях заявил, причем в интервью абсолютно кремлевской изданию, о том, что западные бренды из России уходят не просто потому что санкции, а потому что население России беднеет. 73% россиян сейчас ищут работу с более высокой зарплатой, но перспективы у них отнюдь не радужные. Естественно, что люди ищут, но уже важно, насколько успешно ищут. И вот здесь я сомневаюсь, что реально у нас. Найти новую работу в России сейчас практически невозможно, потому что каждую неделю закрывается все больше и больше предприятий. По российским же опросам, больше половины населения РФ находится за чертой бедности. То, что видно по бизнесу, это идет четкое сокращение торговых площадей в торговых центрах, то есть магазинам там по сути просто некого продавать, да и нечего. Выставляются на продажу просто массово помещения кафе, ресторанов, кинотеатры улетают. Производство легковых автомобилей в мае сократилось на 96,7% в сравнении с тем же месяцем годом ранее. Совсем немного не хватило до 100%. Это потеря не только заработных плат, но и тысячи рабочих мест. Это очень важный индикатор. Почему? Потому что автомобилеостроительная отрасль, она имеет очень множество так называемых сумерных отраслей, когда люди кто-то производят коврики для автомобилей, кто-то фары производят. То есть очень много производств, которые, скажем так, ориентируются на эту отрасль. И сейчас вот эти сумерные отрасли, они, по сути, также останавливают. Какой-то Сызрань, я даже не знаю, где это, но город Сызрань. У них только в июлях закрываются разные заводники, из-за которых вокруг высвобождается 400 человек. Просто они становятся безработными. О отношении правящей элиты к врачам, заводчанинам и конструкторам прекрасно показал глава Минприроды Камчатки Алексей Кумарьков. Россияне, вот вам теперь не получится покататься где-то по заграницам, потратить туристические свои бюджеты. Можно внутри России, например, на Камчатку съездить. Бюджетный туризм – это очень хорошо. Как вот министр природы сказал, на этих бюджетных туристов, а зачем нам нищеброды? Путинская Россия не меняется. Она и дальше вгоняет обычный народ в долги – бедность и нищету, не давая никакой возможности для развития. А потом они же и насмехаются над этим народом. 50 километров. Путин уже стоит дорогой. Если нет дороги, зачем машина? Субтитры создавал DimaTorzok